Здравствуйте! Особое мнение на Первом Тульском. Я Сергей Зверев. Вчера, 13 декабря, в здании правительства прошла итоги за 2016 год. Итоговая пресс-конференция министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова. И сегодня он у нас в гостях будет отвечать уже на наш вопрос. Юрий Ильич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, помимо того, что подвели вы итоги 2016 года, 2017 год у нас в Российской Федерации объявлен годом экологии. Так что, помимо того, что подведем итоги, наверное, еще посмотрим планы на будущий год. Потому что, ну, как вы и сказали на пресс-конференции, более 140 различных мероприятий регионального и федерального уровня будет проведено в регионе. О них тоже поговорим. Ну, в общем, по пресс-конференции, конечно, в первую очередь жители интересуют вопросы вот такие приземленные. То, что беспокоит их непосредственно. В частности, проблема, которая в Туле из года в год возникает, каким-то образом решается, потом опять появляется. Проблема неприятного запаха в различных частях города. Где-то это связано, может быть, с функционированием очистных сооружений. Но этот вопрос многократно задавался. Там ситуация вполне понятная. Но вот жители южной части города, это Рязанская улица, Зеленстрой, обычно на эти проблемы не жаловались. Однако, вот, жалуются и теперь и в этих районах. С чем это связано? Что за запах? Как вы это сможете прокомментировать? Действительно, да, у нас в следующий год объявлен годом экологии. Кроме этого, в следующий год и год особо охраняемых природных территорий. Вот хотелось бы отметить, что это два знаковых серьезных события. Что касается запаха на районе улицы Рязанской, вообще в южной части города. Действительно, было большое количество обращений. Они начались у нас с лета этого года. Соответственно, возбудили мы на пенсеративное расследование. В рамках расследования установили причину запаха. Причина запаха – это выброс от производственной деятельности Тульского кирпичного завода. Который установился на территории, вот как раз в определенные периоды метеоусловий. Когда у нас там ветер дует в эту сторону. И, соответственно, в тот период, когда выброс допускался указанный. Который не вошел в комплекс тех выбросов, которые разрешены данному предприятию. Соответственно, он был установлен. Проведено было административное расследование. Естественно, административная работа завершена. Привлечено к ответственности данное лицо за указанное нарушение. Предприятие является предприятием, которое подлежит Федеральному государственному экологическому надзору. То есть, предприятие Роспроводнадзора. Но министерство в рамках той деятельности, которую осуществляет, заключило с предприятием соглашение о проведении природно-охранных мероприятий. Предприятие уже начало разработку проектной документации для устранения данного запаха. И вот мы рассчитываем, что за 2017 год, как раз в год экологии, проблема будет решена полностью. И, соответственно, запахи данной выбросы на территорию города прекратятся. То есть, вот эта проблема, технологическое конкретное решение, она имеет? Да, это технологическая проблема, причем запах непостоянный, только в определенные периоды времени. И, соответственно, в тот момент, когда происходит технологический сбой. Это что за вещество было? Это вредные выбросы, нет? Или это просто определенный дискомфорт доставляли? Все выбросы определяют той или иной степенью вредности. И, соответственно, есть санитарно-защитные зоны, в которых они должны оседать, в которых они должны определяться. То есть, там, где мерится их концентрация, где они должны быть. И, соответственно, все остальное, все, что уходит за эти рамки является отклонением, является нарушением. Поэтому не имеет значения, насколько он вреден и что с ним происходит. Важно, чтобы не было вот этих отклонений, так как это серьезное промышленное предприятие, которое не должно допускать указанных нарушений. Кроме того, мы же все прекрасно понимаем, что этот завод появился здесь не вчера. То есть, это несовременное производство. Да, потому что раньше, в общем-то, такой проблемы не возникало. Не современное производство, которое у нас сейчас появилось и начало работать. Это производство, которое работает уже не один десяток лет. Вот здесь и разница тех предприятий, которые строятся новые и модернизируют. И те предприятия на территории Тульской области, которые модернизируют и производственные циклы. Модернизируют очистные установки, модернизируют основки по очистке тех выбросов в воздух, который не допускают водные объекты. Естественно, современная технология гораздо более природозащитная и более экологичная, нежели технологии, которые использовались в старые годы. Поэтому здесь в данном случае будет внедряться современная технология, и проблема эта будет решена. Ну, раз уж про запахи начали говорить, и в Ефремовском районе тоже схожие проблемы с неприятным запахом. Но там на это жалуются уже много лет, и даже, по-моему, не одно десятилетие. Все фильтрационные поля, гектары буквально, десятки даже гектар, сливают барду. Аналогичные, как в Воскресенском, по-моему, проблемы. То есть, это тоже старые технологии, производство, переработка спирта, по-моему. Вот эти все, именно с этим производством связаны подобные проблемы. И поля технологически устарели. С этой проблемой что делать? Ведь это тоже рабочие места и занятость. Это небольшие города. Конечно, это, с одной стороны, рабочие места и занятость. То есть, это те действующие предприятия, которые осуществляют свою деятельность на территории того или иного муниципального образования. Вот, единственное, конечно, немного разные проблемы. Потому что на территории Дубинского района, в поселке Воскресенский, где находится предприятие Росбио, которое там неоднократно проверялось нами, привлекалось к ответственности, была приостановка деятельности. Но, в итоге, комплекс мероприятий, которые реализовало оно, позволило, во-первых, исключить, при соблюдении данных, на определенных мотивах, исключить дальнейший сброс данных стоков на иловые карты. И, что самое главное, запах сейчас появляется, какой-либо запах, только тогда, когда нарушается целостность этих иловых карт. А работа по... Работа предприятия, работа с этими картами ведет для того, чтобы этого запаха не было. То есть... То есть это тоже возможно? Да, и этот вопрос решается, но это просто несопоставимые вещи с Ефремовской проблемой. Потому что, если в Росбио это нескольких гектар иловых карт, то, соответственно, в Ефремово это 72 гектара данных карт, которые рекультивировать и, соответственно, устранить запах достаточно сложно, достаточно объемно, так как это большая территория. Но чем закончилось... Ну, вернее, с чего у нас теперь... На какой этап мы вышли общение с данным предприятием? У нас там есть собственник фильтрационных полей данных, это коммерческий центр РИЧ, и предприятие, которое... Предприятие спиртовой промышленности, которое осуществляет сброс барды на данные поля, это озерный продукт. Соответственно, у нас сейчас заключено, подготовлено план действий, который есть. Он у нас подписан сторонами Минприроды Тульской области. Администрации Ефремовского района и два этих хозяйственных субъекта, которые согласованы с их учредителями. И, соответственно, работа по подготовке проектной документации на рекультивацию данных иловых карт. Ну, то есть, решение кардинально той задачи, которую необходимо решить, чтобы не было запаха, но минимализировать последствия в размещении этих иловых карт на территории Ефремовского района, которые, кстати, размещены тоже десятилетия там находятся, и десятилетия запаха исходят, опять же, в определенные условия. С учетом роза ветров, да. Да, конечно. Соответственно, эта работа уже начата. И с 2017 года предприятие приступит к рекультивации той части иловых карт, которая ей необходима. Но самое главное, мы же понимаем с вами, что надо не только рекультивировать то, что пахнет, но надо, естественно, прекратить сброс того, чего не должно быть, потому что иначе это будет просто временное решение проблемы. То есть, мы ее культивируем, а через какое-то время опять накопим то же самое, что у нас есть. Тоже проблема. И таким образом предприятие с 2018 года приступит к разработке документации по модернизации производства, чтобы не допускать больше указанных сбросов. Но стоит решить эту проблему не временно, а решить эту проблему постоянно. То есть, тоже и решения достаточно протяженные по времени, но в любом случае все понимают, что надо делать, и все участники... И еще очень важно, что это не только протяженные по времени, потому что это и технически очень сложно сделать, так как это и проектная работа, и экспертиза, и экологические экспертизы. И еще, естественно, это и очень дорогостоящие модернизации оборудования, дорогостоящие мероприятия по рекультивации. Кто платит за все это? Естественно, собственники платят за данные мероприятия. И это ситуация, которая имеет только один выход, и другого выхода быть не может. Потому что это надо делать, предприятия это понимают, и, соответственно, должны будут приступить к этой работе. Вы уже сказали в начале программы, что с учетом того, что предстоящий год – год экологии, основные два направления – это охранные зоны, создание в регионе. Если говорить о них, создание природных памятников на Куликовом поле, в Щекинском районе, это как раз входит в эту программу. Правильно я понимаю? Да, конечно, у нас в федеральный план вошли ряд мероприятий. Некоторые мероприятия, например, создание особо охраняемой природной территории – это заточный лес, скоростный болот именно на границе Щекинского района и города Тулы. Достаточно большая территория, достаточно была не сильно изучена, она сейчас проведена экспертиза. И, соответственно, в ближайшее время данная территория станет особо охраняемой природной территории, которая несет определенные ограничения в ее использовании, несет определенный статус. И дает уверенность и туликам, и вообще всем заинтересованным лицам, всем людям, что природа у нас сохранится в том виде, в котором она должна сохраниться. И, соответственно, при наличии определенных условий, возможно поддержание того экобаланса, той экосистемы, которая сейчас там есть. То, что это будет природный памятник, что это значит? Что там нельзя будет делать? Или какие-то дополнительные ограничения? То есть, что изменится по сравнению с тем, что было раньше? Ну, будет ряд ограничений, которые запретят определенные виды строительства, определенные виды освоения. На этом участке. На этом участке, конечно. Ну, и ряд других ограничений, которые присущи памятникам природы. Если говорить о Куликовом поле, да, ну, там и в общем федеральном значении памятник, там какие площади и в чем будет заключаться работа именно участки на Куликовом поле? Они уже приняты, они уже являются памятниками природы, то есть, это уже произошло. Ну, соответственно, про Куликово поле говорить, это вот лучше туда съездить посмотреть. Это действительно большая, красивая территория, которая также там и с лугами, со своими, и с полями, и с водными объектами. Это очень интересная, огромная территория. Еще какие вот федеральные мероприятия на предстоящий год запланированы, из тех 140, о которых мы говорили? Ну, федеральных мероприятий, которые будут реализовываться на территории Тульской области, большое количество, потому что есть ряд мероприятий, такие как там марш парков, и многие другие. То есть, это участие в каких-то общероссийских проектах. Да, соответственно, мы к ним ко всем присоединиться и проведем, ну, ту часть, которая будет у нас, мы проведем, естественно, на территории Тульской области. Как мы, впрочем, это делаем и не только в год экологии, там у нас прошла сейчас всероссийская акция «Живи лес». Мы в ней принимали участие, что говорится, по доброй воле и по зову сердца, и, соответственно, высажено огромное количество и саженцев. Да, прошлый год показательный в этом смысле. Количество высаженных деревьев большое, но об этом поподробнее поговорим буквально через минуту. Сейчас короткий перерыв в программе «Особое мнение». Продолжаем «Особое мнение» на Первом Тульском. У нас в гостях сегодня министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. Юрий Юрьевич, ну, если говорить о региональных, о местных мероприятиях, без участия в федеральных программ, местные мероприятия какого масштаба и какой направленности в основном на 2017 год запланированы? Ну, местные мероприятия у нас будут проходить на территории как и города Тула, так и всех районов Тульской области. Естественно, это все мероприятия, которые у нас включены в региональный план. Это предприятия, которые были предложены органами местного управления, отраслевыми органами, общественными организациями, и, соответственно, вошли в этот региональный план. Они будут все реализовываться. То есть, это будет несколько уровней мероприятий. То есть, будут мероприятия и районного, и поселенческого значения. И, конечно же, будут областные, городские, межмуниципальные мероприятия. Все мероприятия с большим количеством общественности, потому что именно привлечение общественности к проблемам экологии, вообще к экологическому воспитанию, является актуальной задачей, от которой исходят все остальные лучи решения всех проблем, начиная от раздельного сбора мусора и заканчивая работой, реализацией природоохранных мероприятий на промышленных площадках предприятий Тульской области. Вот, например, ситуация, за которой мы следим, дуб в Дубне, рядом с усадьбой Масоловых, дом расселялся, были планы делать тот или иной музей. Я думаю, об этом поговорим уже с соответствующим министром. Потому что, оказывается, вот этого пруда, природный заповедник, великолепный ландшафт, состояние его на сегодняшний день, потому что были планы его очистить, увеличить глубину, там проблемы с дамбой были. Что сейчас в Дубинском районе? Сейчас завершаются работы по расчистке данного водного объекта, по его реабилитации. Действительно был расчищен, убран иловый осадок с данного пруда. Береговая линия? Да, сформирована береговая линия со стороны парка. Береговая линия сформирована в соответствии с проектом, был сформирован и с одной, и с другой стороны. То есть, водоем за 250 лет получил первый раз ту работу, которая ему позволит функционировать и удовлетворять потребностям жителей Дубны и всех гостей, которые придут туда. Кроме внешнего вида, который он будет иметь. И, соответственно, сейчас вот эти работы завершаются по расчистке. Большое количество его осадка было вывезено. Ну, и уверены, что вот после наполнения дамбы данный водоем украсит весь весь ансамбль. Сейчас с водонаполнением проблем не должно быть. Ну, это русловой пруд. Соответственно, естественно, сейчас у нас будет весенний период таяния снегов и, соответственно, весеннего половодия. За этот период пруд, конечно, наполнится. Ну, и еще из больших программ, опять же, но это не очистка, это уже рекультивация территории. Витеревский район, там были полигоны с, не знаю, как правильно сказать, захоронением или местах хранения ртутных отходов. Откуда они там взялись и что с ними будет в дальнейшем? Да, действительно, ртутные отходы. Наверное, проблема с 2000-х годов в Тульской области от отхода первого класса опасности. Это единственная территория, где у нас данные отходы таким образом размещены. То есть, в Тульской области это единственное место? Да, это единственное место, где у нас таким образом хранятся отходы первого класса опасности, которые не используются, которые остались от прошлой экономической деятельности предприятий. Ну, в советских времен эти отходы у нас остались. Являются они собственностью муниципального образования, Киреевский район. И, соответственно, вот в 2017 году данный проект по предложению проекта Тульской области при поддержке губернатора был включен, направленный на Минприроды России. И нас включили в проект «Чистая страна». Соответственно, в 2017 году, до, наверное, сентября-октября месяца 2017 года, мы эти обходы уберем с территории Киреевского района. И, соответственно, избавимся от такого серьезного объекта. Уберем куда? То есть, за пределы области? Будет часто разрабатываться проект демеркуризации. Соответственно, будет и сама ртуть убрана, ну, там, ртуть содержащая компоненты, которые там находятся. Ну, естественно, будет обработано здание, чтобы привести к возможному благоприятному использованию данной территории, ну, для дальнейшего. А переработка уже, наверное, на специализированных предприятиях где-то? Да, конечно, переработка будет на спецпредприятиях. И разработка проекта, исполнение данных работ будет осуществляться теми организаций, которые имеют определенные допуски и, соответственно, лицензии. То есть, в 2017 году вот эта тема, по вашему плану, должна быть закрыта? Да, и, понимаете, с 2000 года вот как раз в 2017 году мы все это закончим. Ну, еще одна проблема, которая поднималась и на пресс-конференции, ну, и волнует, ну, если не каждого, то каждого второго, то лика уж точно. Сбор мусора, но мы с вами часто обращаемся именно к проблеме раздельного сбора мусора, потому что и сошлись мы с вами в прошлый раз во мнении, что эта история длинная, к этому надо привыкнуть. Здесь ответственны как и сами жители, так и городские власти, потому что, ну, движение в двух направлениях должно быть. И по Тульскому региону 10 точек, да, вот правильно ли у меня информация, сбора мусора в муниципалитетах уже работают. С чего начали? Что это за точки? И как вообще ситуация складывается? Работает несколько мест сбора мусора, где сбор осуществляется раздельного мусора, но они работают параллельно, естественно, с обычным сбором мусора. И, соответственно, желающие, те люди, которые готовы разделить мусор, издать мусор раздельно, абсолютно добровольно, ну, двигаясь к месту сбора мусора, там, к организованной кандидатной площадке, могут, как правило, это рядом с ней восстановлено, могут учитывать там пробный выброс. Да, выброс раздельного мусора, там, бутылки к бутылкам, картон к картону, пластик к пластику, полиэтилен к полиэтилену. То есть, это все возможно, это все собирается, и это работает. Понятно, конечно, что это не может заработать там по намерению волшебной палочки, и там в одну секунду мы все пристроились. То есть, это пробный проект, это все понимают, пробный надо потом оценить, итоги будет. Он расширяется, географию мы в следующем году планируем его расширить, еще больше сделать, чтобы это было большее количество, там, не менее 10 муниципальных образований на территории Тульской области, ну, и, соответственно, чтобы в них это было более ярко и красиво, хорошо представлено. Естественно, в компактных и менее густонаселенных, или, наоборот, более густонаселенных и компактных территориях это сделать проще, потому что это и информационная работа с населением, естественно, надо убедить людей, что вот так вот удобно сделать. Но все равно есть, конечно, проблемы, потому что, когда переполняется обычная контрольная площадка, территория с раздельным сбором мусора получает и тот мусор, который к ней не предназначен. Но это все решается, и идти к раздельному сбору мусора надо, и к этому надо стремиться, и это в любом случае произойдет. Потому что и экономическая целесообразность в этом есть. В чем она? В чем экономическая целесообразность здесь? Разделенный мусор, после того, как мы сдали макулатуру отдельно, пластик отдельно, полиэтилен отдельно, соответственно, получается, что у нас мусор объем уменьшился. То есть, у нас все остальное, что мы сдали на вторичную переработку, у нас уже не мусор, это у нас уже сырье. То есть, процент сырья, который... Который можно будет повторно использовать. Соответственно, управляющая компания, так как это же не только сторона чиновники, местные власти и жители, есть организатор, тот, который в этом больше всех заинтересован должен быть. Это управляющая компания, которая оказывает услуги данному квартирному жилому дому. В настоящий момент именно так это происходит. И, соответственно, конечно же, она должна выступать организатором и совместно с мусоровозящими компаниями, которые готовы вывозить раздельный мусор. С различными предприятиями прорабатывать вопрос о том, как расширить возможность сдачи раздельного мусора. То есть, управляющей компанией это должно быть выгодно? Сейчас это им выгодно или пока это прибыль незначительна и отходит на второй план для них? Пока это нигде не прописано в тарифе, но использовать это уже возможно. То есть, можно меньше объем мусора отвозить на полигон, а часть не мусора, а сырья уже сдавать на вторичную переработку. Вы оценили вообще качество, как люди сортируют, сколь ответственно они подходят, сколь тщательно к разделению самого мусора? Ну, конечно, как в идеале, чтобы у нас была помыта посуда из-под молока. Пока этого не происходит, и там пластика и стекло по цвету. Но, естественно, там, где должна быть макулатура, люди стараются отправить макулатуру, там, где должно быть стекло, идет стекло. Но есть случаи разные, поэтому тут вопрос времени. Еще раз скажем, это такой пробный шар в следующем году, в 2017-м, то есть, еще вы говорите, что определенное количество точек таких появится и уже... Безусловно, у нас же есть территория, где это успешно реализовано. У нас есть опыт Московской области, опыт Москвы, где это возможно сделать. Соответственно, есть другие регионы. И уверен, что в Тульской области мы тоже сможем ввести то, что раздельно сбор мусора, это будет так же понятно и так же обыденно. Это будет удобно и выгодно и не только управляющим компаниям, но и жильцам, которые в связи с этим, как говорят, до 50% могут снизить плату за вывоз мусора именно. Да, конечно, но нельзя забывать то, что это очень важно для экологического воспитания и очень важно для того, что мы тем самым наносим меньше вред урон природе. Поэтому тут кроме материального аспекта есть еще и моральный аспект. Спасибо, благодарю вас в гостях у программы «Особое мнение». Сегодня был министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. Ну, может быть, еще рано, но тем не менее, с наступающим вас годом экологии приходите в гости, рассказывайте об успехах вообще своей деятельности. Спасибо за внимание и до свидания. До свидания.